Всем привет! С вами снова Константин Калуцкий и сегодня мы продолжаем наш разговор о самых значимых и интересных трансферах, состоявшихся в России за последнее время и сосредоточимся на московском ЦСКА, который продолжает свою политику по поиску перспективных талантливых футболистов. И в частности, сейчас у них на просмотре находится Кирилл Колесниченко, и игрок Чертанова, который может в ближайшее время уже подписать полноценный контракт с армейцами. И давайте порассуждаем, что же это за футболист, зачем он нужен армейцам, ну и каковы его сильные и слабые стороны, может ли он закрепиться в ЦСКА. Футбольный легион. Идеальное хобби для настоящих мужчин. Виртуальный футбольный мир. Здесь все по-взрослому. Вы управляете своим футбольным клубом и участвуете в соревнованиях с другими людьми. Все как в реальной жизни. Тренировки, игры, трансферы, национальные чемпионаты, интеркубки, чемпионаты мира. В расписании пару матчей в неделю. А кому мало, для того онлайн-турниры каждый час. А вдобавок живый форум и сообщество любителей футбола для общения. Ссылка в описании. Итак, во-первых, что же это за игрок? Вообще за ним уже достаточно давно следят специалисты по молодежному юношескому футболу. И в частности, не так давно им интересовался Санкт-Петербургский «Зенит». Так что можно сказать, ЦСКА здесь перехватил игрока у одного из своих конкурентов. Вообще Колесниченко еще в 15-летнем возрасте получил статус профессионального футболиста, став самым молодым игроком. Вот именно профессиональным игроком в нашем отечественном футболе. Такое вот любопытное достижение было в его карьере, когда он попал в заявку своей первой старшей команды Чертанова. Ну и плюс к этому хотелось бы отметить, что в 17-м году он попал ни много ни мало в список 60 самых перспективных игроков мира в своей возрастной категории. Причем не по версии какого-то, не знаю, непонятного издания, по версии Guardian, одного из главных британских таблоидов. Вот так вот высоко его там оценили. Многие, кстати, из этого списка, в котором оказался и Колесниченко, уже стали суперзвездами. Так что здесь ему есть на кого равняться. И, конечно же, следует отметить, что футболист регулярно вызывался в различные молодежные сборные до 16 лет, до 17, до 18-19. Короче, был там заметным футболистом, где-то даже становился лидером. В общем, парень очень перспективный, сейчас ему 20 лет, и, конечно же, он готов к переходу на новый уровень. В принципе, и Чертанова может перебраться на этот самый новый уровень. У команды есть прекрасные шансы на попадание в премьер-лигу. Но вот именно Колесниченко может отправиться в вышку заранее, может попасть в состав московского ЦСКА. Кстати, обычное дело для футболистов Чертанова. Здесь много перспективной молодежи, которые, в принципе, и продают в большие клубы периодически. Зиньковский и Умяров уже становятся настоящими звездами РПЛ. Глушенков, более чем уверен, рано или поздно раскроется, пока в «Спартаке» ему не дают особо шансов. Но свой момент наверняка у него будет, и он может им воспользоваться. Ну и поэтому Колесниченко, как очередной футболист из Чертанова, который может перебраться в российскую премьер-лигу, на мой взгляд, имеет отличные шансы на успех. Тем более, что он как раз тот игрок, который нужен сейчас армейцам. Обратите внимание, за время его карьеры он успел поиграть на обоих флангах полузащиты плюс на левом краю обороны. Причем там он играл не просто ситуативно. Семь матчей провел в роли левого защитника. На мой взгляд, это очень интересный показатель, который, во-первых, говорит об универсальности футболиста, что, несомненно, жирный плюс. А во-вторых, говорит о том, что он может подойти под схему ЦСКА. Почему? Сейчас армейцы в основном используют расстановку с тремя центрбэками и двумя латералями. Причем на позиции левого флангового. Частенько появляются футболисты номинально из средней линии или даже из атаки. Вспоминаем того же самого Головина, который в свое время появлялся и слева в защите. Вспоминаем Ефремова, который часто здесь играл, и Ахметова, и других исполнителей, и Кучаева, Константина. Много здесь было игроков, которые, казалось бы, не являются левыми защитниками, но появлялись на этой позиции. Поэтому здесь Колесниченко, как универсал, в том числе универсал левого фланга, способный сыграть здесь и защитника, и крайнего Хавбека, отлично подойдет под стилистику работы армейцев. Тем более, что у него есть хорошие качества. Он парень боевитый. Обратите внимание, в 37 матчах этого сезона в ФНЛ он отметился семью желтыми карточками. Он имеет опыт игры в обороне, и это, несомненно, позволит ему действовать на позиции латераля. Тем более, что здесь его будут прикрывать сразу три центральных защитника. А так-то, в общем-то, следует отметить, что у него есть опыт игры в четверки футболистов обороны, где требования к раннему защитнику в плане защиты несколько серьезнее, чем в расстановке 3-5-2 и в других аналогиях. Поэтому здесь к защитным функциям он, в принципе, готов. В плане атаки, ну, следует обратить внимание на то, что у него хорошая статистика в этом сезоне. 37 матчей, 6 голов, 3 голевые передачи. При том, что частенько Колесниченко выполняет и оборонительные функции в своей команде. Также отметим, что игрок наделен и техникой, и хорошим ударом, и видением поля, и неплохой передачей, в том числе навесом с фланга. Поэтому здесь и в атаке, и в защите он способен выполнять функционал. Насколько он, знаете, вот реалистичным игроком может быть для стартового состава здесь и сейчас, это большой вопрос. Все-таки все мы надеемся, что Щенников сможет восстановиться и набрать форму. Все мы помним про Набабкина, иные варианты на левом фланге. Многим нравится, как Кучаев играет на новой для себя позиции. Но футболист в эту зону был необходим. Хотя бы потому, что команда потеряла сразу нескольких исполнителей, способных здесь сыграть. Ефремов покинул коллектив. Тикнезян был отдан в авангард на правах аренды. Поэтому левая бровка, она и так, в общем-то, была проблемной. А сейчас тут стало меньше вариантов. Поэтому держать еще одного исполнителя вполне себе логично. Ну и, конечно, это вкладывается в общую политику ЦСКА, которая продолжает скупать молодых перспективных ребят. В том числе это происходит данной зимой. Тут и Шкурин, и защитник из Крыльев Советов, и другие футболисты наверняка подтянутся. Поэтому здесь армейцы, на самом деле, ведут интересную политику. Они делают ставку на молодежь, на их развитие. Самое главное здесь не заиграться. И самое главное не погубить команду из-за излишней молодости. Потому что юности, и в том числе футбольной юности, всегда свойственны нестабильность, отсутствие опыта, психологическая неустойчивость. Поэтому такие коллективы, они могут быть склонны к кризисам, к провалам, и в каком-то смысле ЦСКА рискует. Но тот, кто не рискует, тот не пьет шампанское. А Колесниченко сам по себе, несомненно, является одним из самых перспективных игроков России. Ну и, во всяком случае, ему 20 лет. Это больше, например, чем Карпову и некоторым другим футболистам, совсем еще юным, которые начинают играть за ЦСКА в основе. Так что поживем, увидим. С вами же был Константин Калуцкий. Всем удачи, всем пока. Подписывайтесь на мой канал и следите за моим вторым каналом. Он посвящен кино и сериалам. Ссылка будет в описании.